Меня зовут Ася, моя фамилия Маркевич, и я HR-директор в диджитал-агентстве далее. Далее занимаюсь веб-разработкой вот уже 18 лет, и в этом году мне хочется активно делиться тем, что удалось нам сделать как раз-таки в прошлом, в 2022 году, потому что те наработки, те какие-то, не очень люблю это слово, но пусть оно будет, лайфхаки, которые мы использовали, опробовали, всячески рекомендуем всем работодателям, которые работают с сотрудниками в IT, и не только. Вообще, откуда растут ноги, почему мы будем говорить про удаленного сотрудника, как сделать его ближе? Собственно, до пандемии, до 2020 года наша компания, как и многие компании, работали в сфере веб-разработки все это время, и работа в офисе была обязательным условием, потому что, ну, как так было принято, так было просто. Любой менеджер мог подойти к дизайнеру, тыкнуть в монитор, сказать вот столько, вот так, и все, поехали. То есть были какие-то смолтолки около кулера, все это было стандартно. То есть мы все варились в одном офисе, в одном пространстве, и очень этому гордились. Безусловно, если появлялись какие-то кандидаты в других городах, то помогали с переездом, но условием была работа в Москве. Началась пандемия, команда начала разъезжаться, также мы начали потихонечку собеседовать сотрудников из других городов, и сейчас, в прямом смысле этого слова, наши сотрудники сидят на всем земном шаре, и работают в России от Владивостока до Калининграда. То есть вот сейчас у нас такая обширная география. Безусловно, мы столкнулись с некоторыми проблемами, про которые хотелось бы поговорить. У нас сильно снизилось время на адаптацию новичков, то есть времени было мало, нужно было, чтобы все скорее как-то вливались в работу, и многие новички именно в удаленном режиме жаловались о том, что они не чувствуют какой-то причастности с компанией. У нас наш исполнительный директор любит шутить, что у условного разработчика при смене работы меняются две вещи – это зарплата и логотип в джире. Если, например, ему не замьючили доступы на прошлом месте работы, он может случайно утром с просони прийти и начать писать код для прошлого работодателя и выполнять задачки другие, потому что если он забыл какой-то логотип. Поэтому наша задача была как-то эмоционально что ли привязывать удаленных сотрудников. И несмотря на то, что все офисы продолжают работать, то есть я сейчас нахожусь, например, в нашем московском офисе, также у нас есть офис в Курске и в Краснодаре, все равно большая часть сотрудников на данный момент живут в других странах и городах. Поэтому нам нужно было придумать какое-то неформальное общение, увеличить вот эту сопричастность с командой и действительно, как называется мой доклад, сделать удаленного сотрудника ближе. Поэтому первое, что мы решили, нам нужно все, что было в офлайн и рождалось как-то органично, перенести в онлайн. Мы решили придумать онлайн-вселенную, в которой был бы, конечно, низкий порог вхождения для всех новых сотрудников. Там можно было как-то проводить время, общаться и взаимодействовать как новым, так и старым сотрудникам. И для того, чтобы у всех были равные права, и все себя комфортно чувствовали, и были уже сплоченные единицы. Почему вообще мы все это решили сделать? А вот в конце 2020 года, мы, кстати, не отменили ни один корпоратив, у нас стабильно проходит летняя и зимняя встреча, на которую мы всем сотрудникам оплачиваем перелеты, командировочные проживания. И на вот этот самый первый такой ковидный корпоратив зимний у нас приехало всего два сотрудника, которые были удаленными. Я у остальных спрашивала, ребята, чего вы не приехали? Говорят, ну как мы приедем, мы никого не знаем. Говорю, ну как ты никого не знаешь? Ты работаешь с командой, у тебя постоянно какие-то статусы, какие-то там летучки, вы сидите там, не знаю, до ночи выкатываете какие-то обновления, да, то есть ты всех знаешь. Говорят, ну я, вы там все друг друга знаете, вы будете общаться, я буду вот тут стоять сбоку. Сейчас же, на данный момент, после всех проведенных операций, про которые я сейчас буду говорить, у нас большая часть сотрудников приезжает на корпоратив из других городов. У нас сейчас статья расходов именно на привоз сотрудников на корпоратив такая же, как, собственно, организация самого корпоратива, аренда отеля, всех развлечений и так далее, да, то есть вот, чтобы понимать все-таки, какой был уже результат. Но с чего мы начали? Безусловно, здесь я очень быстро пробегусь, потому что это не основная тема, но это важно, да, что мы все-таки сохранили оффлайн-активности, как я уже говорила, мы проводим все эти корпоративы, для сотрудников, которые привязаны к офису, есть возможность раз в месяц выйти на какие-то мероприятия, ну, в данном случае, в Москве, то есть мы ходим на какие-то выставки, на какие-то мастер-классы, на прошлых выходных мы ходили на выставку, посвященную панк-культуре и Королю Шут, безусловно, мы участвуем в июне в гонке героев, организуем различные офисные тусовки, входим на квизы, и у нас есть корпоративный спорт, волейбол, йога, это все присутствует, пожалуйста, сотрудник, если ты в Москве, приходи и развлекайся по полной оффлайн, да, безусловно, что оффлайн-общение, да, не заменит никакой онлайн, но ключевая задача была именно создать и запустить онлайн-активности, и вот тут я хотела бы более подробно остановиться и предложить наш опыт тем, кому он мог быть полезен потенциально. Первое, что появилось, это появилось еще в 2020 году, это, безусловно, онлайн-квизы, да, есть огромное количество платформ, я говорю не про те платформы, где ты просто покупаешь квиз, и твоя команда играет. Нет, это неинтересно. Нам интересно с кем-то сражаться, чтобы там были тоже какие-то реальные другие команды. Я все хочу найти какое-нибудь тоже диджитал-агентство, чтобы мы пришли и поиграли вместе, а то вот там смотришь название команд, там есть ИП Русинова, да, какие-нибудь там закадычные друзья, и хочется увидеть какое-нибудь агентство, да, так, чтобы было интереснее. Иногда мы, когда у нас много участников, мы делимся на две команды, да, называемся там подотделами, там, не знаю, далее тестировщики, и далее менеджеры, далее разработчики, и там отдел, который занимается проектами на Java, да, то есть, в общем, мы делимся и играем. Чаще всего используем платформу Клизиум, это недорого, это классно, что это вечером в 20.00, безусловно, не могут подключаться плюсовые, часовые пояса, вот у меня часто спрашивают, а как вы решаете вопрос со всеми вашими активностями? Да, плюсовые часовые пояса, к сожалению, не совсем им удобно подключаться, но для них есть другие временные слоты, куда они могут прийти. Следующее, что у нас появилось, это книжный клуб. Механика следующая. Мы читаем одну книжку, которую заранее выбираем. Сейчас у нас механика построена таким образом, что сначала мы выбираем страну с помощью голосования в Телеграме, да, в чатике книжного клуба, потом каждый накидывает того автора или ту книгу, которую он хотел бы прочитать, и потом мы уже все голосуем, какую книжку мы в итоге будем читать. Это вот книжки, которые мы прочитали, получается, за, по-моему, за два первых квартала прошлого года. Сейчас мы уже читаем третью книгу. У нас месяц аргентинского автора. Называется книга «Человек из офиса». Автор, к сожалению, не помню, как зовут. И вот в конце мы будем обсуждать. При этом мы не просто такие, оп, ребят, мы прочитали, давайте соберемся, пообсуждаем. Нет, кто-то из HR-менеджеров, ну, не кто-то, а кто ответственный за этот клуб, готовит доклад, да, то есть читает критиков, читает какую-то дополнительную информацию об авторе, рассказывает какие-то, может быть, отсылки, пасхалки, которые есть в этой книге, модерирует беседу, мы обсуждаем все ветки повествования, и это действительно такая очень уютная, классная встреча для обсуждения книг. По той же системе почти происходит и киноклуб. Единственное, что у нас есть возможность в офисе организовать кинопросмотр, также у нас есть там арт-комитет, который принимает решение, какие фильмы мы будем смотреть. Мы делали месяц Джармуша, мы делали месяц Тарантино, месяц Люка Бессона. Сейчас у нас идет месяц фильмов, которые были номинированы на Оскар, и вот уже его получили. Как раз вчера наши коллеги смотрели в офисе «Все везде и сразу». И также для удаленных сотрудников есть возможность подключиться и обсудить. И тут происходит то же самое. То есть вот у меня HR-менеджер в моей команде, мне кажется, она скоро станет вторым долином, потому что она прямо изучает огромное количество литературы, каких-то интересных фактов. А кто сценарист? А кто режиссер? А кто оператор? А как все это снято? И особенно, когда мы берем одного режиссера и во время первого обсуждения разбираем какие-то киноприемы, потом уже очень интересно смотреть сквозь призму этих киноприемов все остальные его работы. Плюс и в книжном, и в кином клубе проводятся регулярно какие-то викторины, как контрольные работы. Мы проверяем, а что посмотрели, а что почитали, и кто что запомнил. И за это вручаются различные призы, подарки. Тоже про это сейчас чуть позже поговорю. Также вот как раз для удаленных сотрудников в 9 утра каждый вторник проходит онлайн-риторика. Приглашенный преподаватель проводит занятия по публичному выступлению, навыкам речи и так далее. Каждый вторник в 9 утра, буквально на часе перед началом рабочего дня такого официального коллеги подключаются и тренируются. И есть разговорный клуб английского языка, точнее их два, для двух разных групп, для B1 и B2. Они проводятся вечером. Механика там следующая. То есть это не обучение, безусловно, у нас, как и у многих компаний, есть корпоративный скидк Skyeng. Это именно клуб, где можно поговорить с коллегами. Потому что, опять же, ты мог поговорить около кулера, когда ты работал в офисе, но просто так никто не придет на созвон. Теперь, ребят, давайте мы созвонимся, просто поговорим. А под соусом того, что это именно разговорный клуб, пожалуйста, коллеги приходят. У нас есть ограниченное количество участников, потому что преподаватель английского просит не увеличивать количество, чтобы все могли поговорить. И на английском языке выбирается тема, и происходит обсуждение. Вот часто в этом клубе как раз-таки участвуют те коллеги, кто вообще не ходит ни на какие другие клубы. Безусловно, у нас есть внутреннее обучение, далее академия, но это тоже есть у всех. А вот онлайн-рисование, я думаю, мало кто может похвастаться таким кружком. Что это такое? Мы нашли преподавателя, мы называем это даже не онлайн-рисование, а целой арт-терапией. Очень приятный преподаватель. Женщина, она снимает вот себя, снимает свои руки, что она рисует, и рассказывает какие-то интересные случаи своей преподавательской практики про инструменты, про цвета, а что как замешивается. Очень приятно ее слушать. И действительно, это не просто мы пришли, нарисовали. Возможно, кому-то покажется, что рисунки достаточно детские, но здесь именно важен процесс. То есть вот эти люди рисуют такое вот с помощью вот этих онлайн-занятий. Тоже все это происходит онлайн. Мы заранее высылаем список материалов, которые необходимо подготовить для тречи, и все приходят. То есть вот у нас уже была гуашь, как мы видим, были маркеры. Клуб мы запустили буквально два месяца назад, ну и вот потихонечку он растет и развивается. Каждую пятницу, несмотря ни на что, мы проводим онлайн-игры. То есть это прям обязательная традиция. В шесть часов вечера ты закончил все задачки, залогировал время в жире, пожалуйста, приходи и поиграй в онлайн-игры. Их огромное количество. Есть бесплатные площадки, есть платные площадки. Даже платные стоят не очень дорого. И тоже есть возможность всем подключиться и поиграть, так сказать, поставить финальную точку. Они все очень веселенькие, смешные и тоже не занимают много времени. Самым популярным сообществом далее является мем-чат. Это не просто платформа, где коллеги могут делиться мемами. То есть это не просто типа вот чат, давайте скидывайте сюда смешные мемы. Нет, там есть конкурсная механика. Разыгрываются призы за мем месяца, мем недели. Также у нас есть кастомные мемы, когда коллеги могут сделать самодельный мем про жизнь агентства, либо про какого-то сотрудника, либо про какой-то инфоповод и тоже получить подарок. У нас в данном случае является сертификат БАЗОН, потому что как раз-таки для удаленных сотрудников, чтобы была возможность порадовать себя каким-нибудь классным подарком удаленно. И нам не нужно было тратить деньги на пересылку. Также мы внутри мем-чата проводим видео-битвы по такой спортивной системе, то есть 2-2-2, и потом выбираются полуфинал, финалы, и уже сражаются два финальных видео, также там разыгрываются призы. Есть какие-то мини-конкурсы 3 сентября, что правильно, мемы про Шахутинского, мемы какие-то старенькие баяны, тоже встраиваем какие-то видео-битвы. В общем, здесь очень много контента, и я вас уверяю, никто из начальников не сидит и не следит, а кто там вообще в мем-чате сидит. То есть мем-чат это действительно самое популярное сообщество, там практически все сотрудники в нем состоят. Часто у меня спрашивают, а какова стоимость вовлечения, вообще удержания, сколько вообще стоит, какой у вас бюджет. Вот общий бюджет я сказать не могу, но могу показать вот такую картинку. То есть смотрите, у нас есть стоимость на человека и количество активных участников. Под активными участниками я подразумеваю те, кто регулярно ходит, 30 человек, это не значит, что все 30 человек в мем-чате, это просто 30 человек, которые участвуют в конкурсах, постят мемы, потому что все-таки большая часть это, конечно, мем-чате поглотители контента, то есть они просто смотрят мемы и ставят лайки. 30 человек. Получается, что мем-чат он самый дешевый и самый популярный, понятно, что мы будем всячески его сохранять и поддерживать. А самым дорогим является волейбол. Почему? Потому что это оффлайн-активность, мы арендуем на 2 часа в фитнес-клубе рядом с офисом зал, поэтому, конечно, это дорого. волейбол уже 5 лет и мы всячески будем поддерживать данную активность. Ну и, соответственно, вот по этой системе, то есть мы где-то раз в полгода проводим пересчет, если мы понимаем, что популярность снижается, либо стоимость увеличивается какого-то клуба, то мы будем принимать решение, как нам оптимизировать бюджет. Дальше. Тоже часто мне коллеги HR говорят, Ась, вот у нас все это есть и книжные клубы, и разговорные клубы, но не ходят люди, да, вот у всех там работы, семья, в общем, никто не ходит. Что делать? Безусловно, здесь важны две вещи, как и в любом продукте, да, нам нужно важно, чтобы продукт был хороший, продакшн, да, и промоушен, чтобы у нас было классное продвижение. Поэтому мы очень тщательно подбираем преподавателей, мы постоянно проводим опросы, да, а как вам, а понравилось, не понравилось, а чтобы вы рекомендовали, да, то есть вот Google форма, это просто мое второе я, конечно, я стараюсь сейчас их минимизировать, потому что мне кажется, я уже всех в свое время замучила этими Google формочками. Поэтому нужно создавать хороший контект, а как его продвигать? Безусловно, должны быть дайджесты, и мы начинаем вот про все наши активности рассказывать, вот уже, начиная, наверное, с собеседования, да, и, конечно же, на анбординге первое, что слышит наш коллега, что вот у нас есть такие активности, пожалуйста, приходи. Каждый понедельник в общем канале, в Дженерале мы публикуем вот такое расписание, где можно посмотреть и куда-то прийти. Плюс, если ты внутри состоишь в каком-то клубе, то ты точно не пропустишь какой-то анонс, потому что также отправляются инвайты, да, чтобы у всех это все было в календарике, и все видели, когда какое мероприятие. Как вы видите здесь, да, большая часть мероприятий все-таки проходит вечером, но есть какие-то развлекухи, которые мы проводим там в середине рабочего дня, например, какой-то специальный конкурс в мемчате, где ты можешь просто зайти проголосовать, да, или вот конкурс в общем канале, про который я тоже сейчас расскажу. Безусловно, важно вовлекать сотрудников процесса, то есть, извини меня, если ты проголосовал за книжку, то, наверное, ты как бы должен ее прочитать, да, поэтому нужны какие-то мероприятия, проголосовал, будь добр, приходи и участвуй в этом мероприятии, да, поэтому то же самое, мы делаем опросы по каким-то офисным вечеринкам, а что вы хотите, а это вам нравится или не нравится, если ты уже проголосовал, да, как-то повлиял на итоговое решение, то, пожалуйста, принимай в этом участие. Надо создавать больше точек пересечения, да, то есть, у нас такой кросс-промоутинг иногда периодически происходит, то есть, какое-то обсуждение в каком-то чате, а мы говорим, а вот эту книжку мы в книжном клубе будем обсуждать через неделю, приходи, послушай, да, или кто-то, например, также где-то что-то упоминает, и мы сразу напоминаем, что, а вот у нас есть такой клуб, пожалуйста, приходи. Ну, и делать фан ради фана, если что-то не получается, значит, ну, либо клуб не очень, да, как бы нет отдачи, значит, нужно клуб закрывать, либо нужно попробовать еще, да, вот, например, преподаватели по йоге несколько раз меняли до того момента, как вот нашли того, который всех устраивает, кто занимается йогой в офисе. Дальше, возвращаемся, опять же, к нашему вот этому удаленному сотруднику, который приходит и не знает, что ему делать, а как ему жить и как ему знакомиться, взаимодействовать со своими коллегами. Я не буду говорить про Employee Journey Map, да, про это уже говорили все, я хотела бы все-таки сконцентрироваться на этапе анбординга и рассказать про некоторые наши лайфхаки, которые мы используем на данном этапе. Первое, это, безусловно, HR анбординг, который сейчас многие проводят, все это по Zoom, безусловно. Здесь важная особенность в том, что в конце анбординга каждый сотрудник получает чек-лист, я, кстати, очень люблю всякие чек-листы, списки, вот эти все методики селф-менеджмента, и также у нас есть чек-лист, например, перед собеседованием, у нас есть чек-лист, который получает руководитель, в отдел которого вышел новый сотрудник, и я абсолютно не жадничаю, если кому-то из слушателей нашего вебинара потребуется получить от меня чек-листы, вы можете смело мне написать, ну, либо там обратиться к организаторам, я это все дело отправлю вообще без проблем. Вот три чек-листа, про которые я говорила. Также у каждого удаленного сотрудника есть время для того, чтобы написать спокойно рассказ о себе и попасть в welcome-рассылку, и почитать презентацию, которая называется «Люди дали». В этой презентации собраны все сотрудники, ну, и особенность ее заключается в том, что там не просто, да, информация, вот фотография сотрудника, имя, должность, там, не знаю, с какого года он работает, какой у него знак зодиака, ну, безусловно, какие-то факты. Также мы еще добавили некую мимишность и используем там фотографию того, как сотрудник выглядел в детстве, да, чтобы вот как мы все стали ближе. Безусловно, есть вики, безусловно, есть видеоинструкции в лум по ПО, да, если ты не работал с жирой, пожалуйста, заходи, смотри. Происходит встреча с руководителем в первый рабочий день, и вот это все также приправлено нашим замечательным Welcome Pack'ом, которым мы очень гордимся. Я всем настоятельно рекомендую прям сильно заморочиться, да, не заказывать вот там первой типографии какие-то элементы Welcome Pack'а, приветственного набора, а прям, ну, не знаю, заказать образцы, проверить качество, потому что мы прям месяца три готовили вот наш вот тот Welcome Pack, который мы сейчас используем. Например, Худи мы производим совместно с питерским брендом Левитация, то есть это, ну, вот прям бренд одежды, с которым мы сделали коллаборацию, то есть вот это даже видно на этикетке, да, то есть мы прям подошли с вопросом качества, с того, чтобы это было носибельно, и чтобы Худи не был отправлен там к маме на дачу, да, чтобы это действительно коллеги любили, носили и хотели, особенно когда вот у нас происходит обновление цветов, да, вот у нас буквально недавно мы отшили новую партию, там были черные Худи, вот как раз эти на фотографиях, и Мокросвальт, у нас коллеги говорят, а можно мы купим? Мы говорим, мы не можем вам продать, у нас нет кассового аппарата, как мы вам будем Худи продавать? Говорят, а можно в улице прийти, вы нам дадите новую Худи? Мы говорим, ну, возможно, нет, но нет. Вот, но мы сейчас этот вопрос решили, мы, скорее всего, будем вводить какие-нибудь баллы, и не только награждать участников активных наших клубов вот этими подарками, но и собирай баллы и вот зарабатывай на черную Худи. Так вот, да, каждый сотрудник получает welcome back, кстати, именно поэтому мы не приходим на электронный документ оборот, до сих пор именно не с подрядчиками, с подрядчиками, безусловно, перешли с клиентами, а в кадровый электронный документ оборот, именно потому, что мы все равно всем удаленным сотрудникам, неважно, где ты живешь в Владивостоке, в Якутске, или даже за границей, мы отправляем с курьерской службой welcome back, поэтому нам несложно положить туда и бумажные документы, которые также приедут. Да, если бы можно было электронно как-то передавать вот этот наш пакет с подарками, было бы вообще не проблема, а так, да, мы по-прежнему эту штуку сохраняем, остаемся на бумаге. Также, смотрите, у нас есть кастомный такой набор, в который входит футболка, вот такой из натуральной кожи, кардхолдер, кепка, и еще мы сейчас будем отшивать какие-то элементы, это такой именно значок какого-то привилегии, да, то есть это значит, ты в чем-то победил, в каком-то конкурсе, да, или в каком-то мероприятии, там, не знаю, победил всех, настольному футболу, выиграл квиз или еще что-либо, и вот поэтому у тебя есть вот этот знак отличия, да, и так как тоже коллеги иногда говорят, слушайте, я так хочу футболку или я хочу вот этот кардхолдер, а в какие у вас будут сейчас конкурсы, да, это вопрос опять того, как привлекать сотрудников к различным мероприятиям, чтобы я мог это выиграть, и мы говорим, ну вот у нас будет викторина по фильмам, вот приходи тогда ты туда-то, а также особенностью нашего анбординг пэка является вот такая замечательная традиция, ну то есть у нас буквально недавно наш коллега ушел в такую большую компанию, я говорю, слушай, мы вышли, какой у них там welcome pack, он мне отправил, и тут я поняла, вот, вот что есть у нас, чего нет у них, да, то есть по набору он одинаковый, тоже хороший, качественный, вот я все посмотрела, все изучила, мы каждому сотруднику рисуем открыточку, ну с обратной стороны там напечатано, типа добро пожаловать коллега, а наш отдел кадров рисует каждому вот такую персональную открыточку, знаете, как блогеры получают рассылку, где, ну, указано, от руки подписано все, и все блогеры радуют, смотрите, мне пришла открытка от руки, вот мы тоже от руки рисуем таких замечательных персонажей, у нас тут даже есть целая вселенная, то есть сотрудники, которые работают мы рисуем им супергероев, а которые работают с мегафоном, мы рисуем им котиков. Далее, персонализация сотрудника, как сделать так, действительно, чтобы вот эти удаленные сотрудники были ближе, важно рассказывать про новых сотрудников, да, прямо напоминать, придумать какую-нибудь премию и не просто проводить ее на корпоративе, да, а прямо освещать во всех общих каналах, а кто стал фронтом года, а кто стал бэком года, а кто стал дизайнером года, поздравлять, безусловно, с днем рождения, это и так все делают, и рассказывать про реализованный проект, и упоминая всех участников, ребят, мы запустили проект, там, сайт финансовой грамотности населения и провели там крупнейший финансовый зачет для Центрального банка России, круто, а в этом принимали участие вот эти разработчики, вот эти дизайнеры, вот эти тестировщики, всех отметить еще с фотографиями, чтобы все помнили, кто где работал, вот тут главное никого не забыть, чтобы не было потом обид. Мы также поздравляем с юбилеем работы и делаем это немножко неформально, у нас есть целая вселенная, герои вдали, один из наших дизайнеров по нашей просьбе нарисовал вот таких персонажей и мы каждую пятницу поздравляем юбиляров, у кого сколько было лет, да, вот недавно поздравляли нашего руководителя отдела битрикс разработки с десятилетием работы в компании, да, то есть коллега получает виртуальную карточку и физическую, ну, как только будет возможность ему эту карточку передать. Дальше, безусловно, надо напоминать о коллегах и удаленных в том числе и неформально представлять. Вот я сюда вставила картиночки, мы проводим конкурсы, тематически, вот сейчас у нас проходит конкурс, верните мне, 2007-й, нужно узнать коллег из фотографий 2007-го года и кто первым напишет, тот получает, соответственно, какой-то приз, да, то есть какой-то обычно кастомный мем. Безусловно, как и многие компании, мы проводим квартальные встречи, где собираются все сотрудники, да, все 250 человек, которые работают у нас сейчас в Дале, но мы не честим, то есть мы не собираем каждый месяц, квартальных встреч вполне достаточно. И у каждого сотрудника есть возможность позавтракать с руководителем, он может выбрать одного из наших управляющих партнеров и через меня забронировать время в расписании и либо прийти на физический завтрак, если он живет в Москве, либо просто звониться утром в 10 утра и пообщаться по Zoom, рассказать про какие-то свои планы, идеи или просто обсудить какие-то хобби. Дальше, когда мы говорим про зачем все это и какие у нас были результаты, вот наша главная основная капелька для гордости, это девятое место в общем рейтинге по отзывам сотрудников на Хабр-карьера, на Хабре для компании от 100 до 1000 человек, но и самое, наверное, приятное, что первое место у нас за комфортные условия труда, то есть вот эти все клубы, вот эта вся забота, вот эта вся персонализация сотрудников дали нам такие результаты, вот мы этому очень гордимся, нам дали вот такую наклеечку, мы приклеили ее на дверь в нашем офисе, что нас любят айтишники. Тоже важный такой момент, совет, рекомендация, когда вот эти клубы придумываются, важно следить за тем, а нет ли перевеса какой-то из сторон, которые представлены на данном слайде, то есть когда мы говорим, ну, собственно, почему мы все это придумали, то есть нам надо было как-то отвлечь сотрудников от информационной поездки, и когда мы говорим о помощи себе, вот есть четыре направления, четыре энергии, физическое, эмоциональное, духовное, да, и вот я прям всегда слежу, а нет ли у нас переходца там в физику, да, нет ли у нас там, у нас сейчас беговой клуб мы собираемся открыть, вот сейчас будут тренировки, гонки героев в специальном зале в Москве, или, например, у нас очень много веселья, вот я сейчас понимаю, что у нас мало духовной энергии, да, вот мы провели там какие-то мероприятия по эко-повестке, первораздельный сбор мусора провели мероприятие, сейчас будем готовить своп, все, что останется от свопа, передадим в ящик, там, типа, черити-шоп, да, но вот нам нужно как-то усиливать этот блок, и мы с этим будем работать. Опять же, вопрос, а правильно ли мы идем, да, то ли дорожка мы идем, мы в этом году приняли участие в исследовании от консультанной компании КОПСИ, они каждый год опрашивают сотрудников и замеряют вот как раз такие критерии привлечения сотрудников и критерии удержания сотрудников в IT-компании, то есть в вопросе принимают участие именно IT-специалисты, да, и мы смотрим, что там, забота о физическом, ментальном здоровье сотрудника важна, да, как фактор привлечения, но не так важна, как фактор удержания, а, там, не знаю, экологическое отношение руководителя к сотрудникам, взаимодействие с руководителем, возможность вносить какие-то предложения, это хороший фактор для удержания, и это тоже нам позволяет всячески сокращать нашу текучку, поэтому вот эту информацию мы каждый год, я думаю, будем принимать в этом исследовании, и очень, там, у них открыты, открыты эти данные, да, можно зайти на сайт посмотреть, как действительно менялись эти критерии, критерии привлечения и удержания сотрудников. Так, у меня все, я всем настоятельно рекомендую подписаться на социальные сети далее, потому что мы именно там делимся всеми нашими, в том числе, успехами с точки зрения работы с персоналом, то есть мы рассказываем, а куда мы ходили, а какие у нас новые клубы открылись, и вообще, что мы еще классного сделали и будем делать. Субтитры сделал DimaTorzok